И так, что же, собственно, с прошлого момента прошло достаточно внушительное количество времени. И, собственно, что же я успел сделать? Во-первых, я сделал инфекционный кристалл. Даже парочку, потому что первый сломался. Для чего же он нужен? Он нужен для объединения эссенции. Собственно, всё. Также я сделал лейку. Ну, просто из инвара. Инвар тоже не пришлось делать, там осталось два слитка. И так, собственно, и что так же, как видите, фирма претерпела изменения. Дело в том, что вот этот ряд, это ряд семян инфириумных четвёртого уровня. А это пятого. Вообще, они крашатся невероятно гемором. То есть, одна супремиумная эссенция, это стак простой вот этой эссенции. Однако, достаточно скрафтить просто одну семечку, и потом она всё расплодит. Можно расплодить, просто беря, просто вот так вот выращивая с помощью лейки. И всё. И периодически вот так. Выпадают семена пятого уровня. Как вы, собственно, и могли заметить. Ну, а вот это вот разделение я сделал, чтобы просто определять, где семена, какого уровня. Собственно, так же, как вы могли заметить, у меня есть ещё четыре супремиумные эссенции, и целая гора семян первого уровня. И так даже если немного второго. И, собственно, для того, чтобы их перерабатывать, мы можем скрафтить переработчик семян. Почему здесь написано семени, но, собственно, скрафт, он невероятно простым образом. Одно семечко второго уровня. Мистический каркас механизма и блок солиума. Собственно, инфермируемные семена второго уровня у меня есть. Мистический каркас механизма. Это слиток базовой эссенции, а также четыре любого камня. Зиток базовой эссенции, это железо и осколки процветания. Также за кадром я отсортировал все сундуки, теперь у меня всё лежит на своих местах. А также я сделал вот такую вот систему по автопереработке руль. Да, собственно, себя кидаешь руль, ну, она перерабатывается, ну, измельчается и выкладывается в интермедиумной печи. Собственно, интермедиумная печь делается достаточно просто. То есть, ну, вот, простую печь можно улучшить, это плюс 15% эффективности. Далее плюс 35% и плюс 60% у меня сейчас печь. Можно сделать, в принципе, плюс 85% и плюс 100%, но это уже будет достаточно геморрично. А вот эту печку я сделаю не скоро, но она просто моментально будет заплавить. Вот такое вот количество ресурсов, просто огромное количество железа, меди, даже олова. Невероятное количество. Собственно, вот, к слову, надо бы взять и переделать всё вот это вот. Нет, сейчас у меня энергии хватает на работу одной машинки. Вот здесь вот столько панелей. Однако, знаете, главная задача этой сборки, по факту, сделать просто автоматическую ферму всего, всех ресурсов. И главная проблема, что фермерская станция, во-первых, ну, делается она не особо прям геморрно, это достаточно просто, да. Это всё, это просто. Ну, конечно, придётся затратить некоторое время, но в целом достаточно просто. И главная тут проблема, то что нужна вот одна такая панелька для работы одной фермерской станции. Ну, а это достаточно геморрно. Именно поэтому сейчас, после переработчика семян, я сделаю солнечные панели. Крафтим каркас механизма. А также нам нужен здесь блок солиум. Блок солиум это само собой солиум, а солиум это солиумная пыль. Это 36 прутенцемной эссенции, а также пыли души. Пыль души это камень души, камень души это дохрена камни и тупо песок души. Так, ну что ж, я думаю, дохрена камни это по моей части. Так что закидываем камень на переплавку. Прошу, мой алмазный молот. Но у меня 5 алмазов. А мне ещё нужно скрафт на стеревател, так что, ну, пожалуй, всё-таки алмазную кирку. Собственно, берём и просто спускаемся вниз. Здесь всё ещё сильнее заросло. Фу-ть, зараза. Здесь монстры начали появляться. А то, собственно, для этого я и расчищал это место. Минус уровень. Я надеюсь, ты диспавнил? Он не диспавнился. И да, если на него посмотреть, то он накладывает данный эффект. Ладно, короче. Окей, не так уж и много пара смерти, и всё будет нормально. Да, нет, даже не пару. Одна спит. Отлично. Однако, у меня больше нет уровня. М-да. Так, собственно. Играем это всё. Отбратно надеваем броню. И что ж. Так, там и фрит, потому что там данж уже на последнем уровне. Однако, лава должна быть здесь. К слову, здесь алмаз, но я жду, пока появится кирочка на удачу. Я вроде об этом говорил, но я точно не помню. Так, сжигаем это всё. Отлично. Ставим пакела, чтобы здесь никакая зараза не спалилась. И начинаем увлекательнейший процесс. Итак, я накопал нужное количество. Итак, собственно, к слову, за кадром серии я успел побегать по миру, просто поискать нормальное место далёк для дома. Но это мне не особо-то не нравится. И, собственно, пробежать мне пришлось достаточно много, прежде чем я нашёл вот эту вот валянку. Думаю, чем через серии 2-3 я переберу сюда. На кадром построю. Да, он там нормально. Однако, пока что я продолжу жить здесь. Опять и поставим портал. Держём его. Дерево. Портал. Что ж. Отправляемся. Отправляемся копать песок в душ. Итак, собственно, вот я и в аду. И по всей видимости, погодите. Отплент один хотел. Скопал маслоперкой. Стоп, а мне... А, то есть мне не обязательно копать песок в душ. По всей видимости, я зря крафтил застук. Ещё один. В любом случае ещё пригодится. Песок в душ, тому собой. Чем пригодится. За стоп-то нафиг мне не нужен. Так что ж. Думаю, этого количества мне однозначно хватит. У меня там улыжника-то переплавляется меньше. Однако. Так, давайте-ка. Оставим метку портала. Чертоги страха. Отлично. Должно думаю. Редстон. Глоу-стоун. Само собой. Мне однозначно понадобится. Собственно, я сейчас копаюсь с приметком. На вот та розовая руда. В том, что... Это не просто руда. Какая-то мега полезная. А, окей, только в Калмазангерпой. В том, что из него можно сделать такой неплохой меч. 9 урона бесконечное применение. Будет однозначно лучше моего. В съедимости... Здесь вообще поднайти спаунеры флитов. Однако сейчас мне явно не дает. Я все-таки пришел сюда с записком душ. Так. Ну что ж. Думаю, такого количества мне будет вполне достаточно. Ну что ж. А пока все это плавится, я предлагаю заняться иными делами. А именно... Скрафтить... Собственно, панельки. Еще больше панель. Итак, собственно, крафтим зеркала. И, собственно, еще... Несколько зеркал. Ну, вообще, тратить всего было достаточно глупо или... Ну, ладно, мне же потом копать. Итак, и крафтим... Нет, у меня не хватило дерева. Крафтим поршни. И, собственно, крафтим из всего 3 солнечные панели второго уровня. А мне нужно 4 для того, чтобы сделать панели третьего уровня. Также железный блок, что не проблема. Это также не проблема. В принципе... Давайте сделаем пару факелов. Собственно, так же мне... Ну, одну панельку я возьму сверху. И мне... Ммм... Мне еще нужны зеркала и алюминий. Ребру. Нет. У меня нет алюминия. Тогда просто поставим... Еще панельки. Три штуки. В любом случае, особого варианта нет. Собственно, берем... Здесь уже... Да, здесь уже все передо ловилось. И крафтим. А мне нужно... Погодите-ка, нет. Мне нужно больше пыли. Давайте пока что займемся зачаровать. Он делается просто из обсидиана. И... То есть, мне нужно 4 из 6 выпало серо. Хорошо. И теперь... Ну, окей. Это будет достаточно долго. К слову, у меня теперь есть алмазная кирка. И я могу добыть все 6 метеоритов. А даже... А вернее, даже 7. На котором у меня есть метки. Собственно. Вот первый метеорит. Итак, теперь по седимости я могу сделать... Нет, не могу. У меня нет заряженного кварца. Или есть? Нет, у меня есть ровно 2 штуки заряженного кварца. И насколько мне не изменяет память... Как раз столько нужно для... Зарядника кристаллов. То есть, ну да, нужно это. Что ж, давайте временно все-таки я это все выложу. Что ж, по седимости мне нужно начинать задумываться о еде. Так как я ее не выращиваю. Но... Да ладно, сейчас мне все-таки нужно скрафтить. Чего я крафт? А, ну да. Сейчас мне наконец-то можно скрафтить еще... Ну, давайте скрафтим 10. Да, это все невероятно долго. Что ж. И, к слову, здесь... Здесь, здесь, здесь тоже все еще все делается. Так, делаем блок столиума. И... У меня... А, я выложу в взгляд. Наконец-то крафтим переработчик семян. Отлично. Вообще, его бы сразу улучшить. Итак, и поставим его куда-нибудь сюда. Так, топливо и семена. Давайте закинем семена и попалки. Ну, на самом деле, это как-то не очень. Давайте же закинем его. Нет, ну... Подождите-ка. Ммм... Это, собственно, энергия. Из... Вместе к лагре, карп, кальчур. Победите-ка. Тут обязательно прям эту энергию использовать. Такой вопрос. Или ты совместим с... Нет, ты не совместим. Ладно. Значит, ну, сделаем вот так. И... И... Собственно, сделаем вот так. Сюда мне нужно позакинуть семян. А сюда я закидываю топливо. Но оно поступает сюда, потому что здесь воронки быть не должно. Отлично. Я закидаю так же сюда еще. И пока что этой воронки хватит. Но все-таки лучше бы... Лучше бы сделать вот так. Все, теперь все переходит в сундук. И вообще... Так, отлично. Этот сундук открывается, потому что там тоже ступеньки стоят над ним. Я это куда не пищу. И так, собственно, теперь переработка семян автоматизированных. Даже подать топливо автоматизированных. И, наконец-то, сделать зачарователь. Отлично. Так, он... А, ему, наверное, мне не нужно даже так. То, что давайте поставим здесь. Так, показать рецепты. И теперь мне нужно уровень тут, получается. Но у меня сейчас всего лишь шестой, я ничего сделать себе не смогу. А, с едой проблем нет. Я нашел блоки сена. Итак, собственно, сейчас я предлагаю просто улучшить лейку. Да, почему бы это? Почему здесь написано расплавленный кварц? Хорошо, как можно получить это? А, тупо кварц. Окей. Теперь электро. Два сериальных слитка и два золотых. Отлично. Это должно... Да, это делать гораздо быстрее. И также фит-тагро. Это шлак, селитр. Опилки это дробитель. Селитр это... Это измельчитель. И... Также это шлак. Шлак это индукционная плавильня. Индукционная плавильня. И... Так, собственно, индукционная плавильня это индукционная шестерня. Рамка механизма это... Ммм... Олова, которая я все потратил. Пип-пип. Отлично. Делаем индукционную плавильню. Ставим сюда. Ну, кстати, так уж и долго. Могло быть гораздо дольше. Собственно, пока это все делается, я предлагаю взять и улучшить... А, просто инвар и... Олова. Ладно. Собственно, делаем 16 фит-тагро. И... Отлично. Леечка. Леечка на... Пять на пять. Покажите, как здесь же эти стережим. Семь на семь. Да, семь на семь. Зашибись. Так. Ну что, собственно, на этом я не собираюсь останавливаться. Потому что обобщенный фит-тагро этот... Обогащен... А. Все то же самое, но шлак обогащен. Поискапываются. Удобненько. Это будет долго, да? Да. Здесь еще... Делаем вот так. И улучшаем. Все. Так. Сколько здесь лотов? В два раза больше. Отлично. Однако. Как же это еще улучшать? Еще кусочки инвара и... Электро. Электроумы... Три серебра, три золота. Обогащ... Подождите. Так. Ну да, я крафчу обогащенную фит-тагро. Но это же только первое. Такие. Пыль, кре... А. Близь спавнится просто в ночной... В ночном снежном биоме. Я в нем уже спавнул сначала в эсплее. Достаточно просто будет. А здесь, здесь трестовое серебро, три метика. Окей. Отлично. Просто отлично. А улучшаются они дальше с помощью того же сигнала. Ну. Ну, процессового у меня столько нет пока что. Что ж, заходил я в шахту. Здесь как раз уже, собственно, ночь. Со всеми вместе теперь я иду фармить Блиц. Что ж, собственно, вот... Вот он, там, сам этот способный Блиц. Выглядит как обычный эфрит, просто зимний. Однако, если бы все было так просто. Во-первых, тут достаточно большое количество мостов. Ну, как минимум, а как максимум... Здесь непросто, монстры. Ну, меч я делал, к слову. А что здесь монстры, не надо, блядь? Да что здесь происходит, боже мой. Мне просто нужно выломать ему все его мудренности. Можно, пожалуйста? Все, я... А не, 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 а не... Не выпало. Погоди. И... С монстрами из Диман РПГ, а я и с СССР связывался не собираю. Ээээ... Мою поддивизию. Куда они... Войди, там атомная бомбардировка. Куда я попал? Зачем? За что? Не бей, пожалуйста. Берем и крафтим. Отлично. К слову, в шахте я дополняю так уж и много... Всего полстака. Однако этого вполне должно хватить, чтобы скрафтить энергетический зарядник и, ну, вообще... И все, что нужно для резонирующих. Погодите-ка, резонирующих. Я ведь посмотрел, что флаксовый петагровый тут еще. А, это я спокойно смогу скрафтить, только вот огненные порошки пофармить. К слову, скорее всего, я в этом все-таки в данже буду делать. Там просто застройте вперед. Так, но все-таки сеналовую лейку я уже могу сделать. Так, и делаем леечку. Она может... 9 на 9. Так, но это еще не все. Я хочу себе максимальную лейку. Я бы и творческую скрафтил, если бы у нее был крафт. Это шахтерское... Это портал шахтерское измерение. Поставим его тут. Но, для начала, я все-таки хочу переделать весь булыжник более скомпрессованным булыжник. Итак, собственно, перемещаемся в это измерение. Итак, вот я тут здесь, правда, расставлены хакела, но... Бакис освещения. Собственно, ставим здесь метку. И нет, я начинаю копаться, начинаю копаться... Тогда я один... Начинаю просто копаться вниз. Потому что здесь пока что только булыжник, здесь сто семьдесят... Семидесятого роста. И, к слову, в этом измерении... Нота тебя убивает, если ты слишком долго в ней не находишься. Так что лучше таскать с собой хакела. И сейчас я должен упасть. Правда, урона я получить не должен. И его... Да, вот, да. Зарядник. Отлично. Крафт в ократе. Ставим его сюда. И, просто, заряжаем три штучки. А, ты ведь... Да. Она заряжается. И теперь... Теперь... Что ж, два слитка? Ну, то есть я, по факту, делаю... Ну, три свинца плате на четыре антажа. И крафтим супер-мега-крутую лейку на... Шестьдесят диодера. Не-не-не-не. И одиннадцать на одиннадцать по площади полива. Нужно лейка мечты. Так, так... Так формить эссенцию будет невероятно быстро. Если ещё автосборник, человек выросший эссенции поставит, то это вообще будет... Ну, фермера, по факту. Ну, влог который. Ну, что ж. А на этом... Я буду заканчивать. Если вы были здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока!